Здравствуйте, дорогие друзья! Это такое домашнее видео, в котором я, соответственно, отвечаю на ваши вопросы в комментариях. И я думаю, что оно будет таким заключительным, то есть сегодня я закончу наконец-таки это делать. Вот. Дальше я подожду, чтобы набрались ваши вопросы, и мы так потихонечку продолжим эту рубрику, если она вам понравится. Вот. Значит, перейду сразу к чтению. Это непосредственно последний пост, в котором я просил вас задать мне вопросы. Здесь мы праздновали, что у меня 5000 подписчиков на канале было. Мои поздравления, я рад, что ваш канал по этому поводу пишет ДХ. Значит, набрал, типа, столько подписчиков, как информация действительно стоящая. Ну, спасибо вам, уважаемый ДХ. В общем-то, пишет мне это студент мед. университета, и для меня безумно приятно, что вы меня смотрите, потому что, ну, вы мой там коллега, и я считаю уже достаточно полноценный, как только вы решили вступить на этот путь. Главное, не бросайте, да, доведите дело до конца. Соответственно, вообще передаю привет всем моим коллегам, кто меня смотрит. В общем-то, безумно рад, что вам интересна эта информация. Стараюсь максимально делиться, максимально научно это делать. И если я где-то ошибаюсь, я могу вполне ошибаться, заблуждаться в чем-то касательно любых вопросов, как и любой другой человек, вы не стесняйтесь, меня поправляйте. Но, пожалуйста, чтобы, будьте так добры, чтобы у нас был научный диалог с вами складывался, пишите сразу ссылки на какие-то научные, действительно подтвержденные материалы. Предлагайте свои, соответственно, раз вы что-то утверждаете, свои какие-то аргументы, ну, непосредственно в каких-то научных работах. Мне стала очень интересна тема гормонов, это я отвечал. Здорово, что нас уже, Жанна Пухова пишет, здорово, что нас уже 5000 подписчиков. Искренне рада этому факту. У меня такой вопрос, можно ли излечить детскую психотравму уже в зрелом возрасте, которая была нанесена токсичными родственниками. Речь о том, что внушали чувство никчемности и отвергали, ругали за эгоизм, делали запрет на мои чувства и конкретно на чувство наслаждения. На какие направления психотерапии мне стоит обратить внимание, возможно, что-то из литературки посоветуете. Заранее благодарю. Уважаемая Жанна, я вас очень сильно благодарю за интерес к моему каналу психотерапии. Вообще, штука нужная. Я сам занимался коррекцией собственной, так скажем, личности и продолжаю совершенствоваться в этом. Но не могу, к сожалению, никак вот сказать вам, что вам какая-то книжка конкретно поможет. Знания и психотипов поможет. И в том числе, какие были ваши родители по психотипам тоже. Потому что осознание, что все психотипы индивидуальны, что это не их вина, а сугубо, ну как вот в компьютерной программе в нас заложено, да, понимаете, определенное поведение. Вы просто должны реагировать на это с учетом работы этой программы. Вы же не злитесь на компьютер. Ну, по-хорошему, я знаю, что многие злятся, да, то есть там начинают бить компьютер и так далее, когда он зависает. Но это неправильно же, да, то есть это как бы проявление в нас животного, да, такого. Вот, и так делать не стоит. Поэтому то же самое с людьми. Когда люди ведут себя недолжным образом, ну, соответственно, просто вот у них такой тип личности, который заставляет их так себя вести, как такая компьютерная программа, как робот, который по-другому не умеет делать. Вот, поэтому это раз, вот это вот осознание, я могу вам советовать, что оно поможет во многом, да, принять ту ситуацию, которая с вами произошла. Все остальное, соответственно, можно понять в рамках работы с психологом хотя бы одной консультации. На данный момент моя консультация стоит 2000 рублей за час. Ну, как правило, мы даже иногда немножко больше там разговариваем. Вот, и когда люди оплачивают вперед, 10 сеансов, почему я прошу оплачивать вперед? Дело в том, что я к сеансу стараюсь готовиться, да. То есть, можно 10 сеансов пройти за 1500 рублей в час, то есть, обычный час длится наша сессия. Ну, то есть, 15 тысяч сразу платите, я знаю, что есть смысл готовиться, да, я замотивирован к работе. И опять же, учитывайте, что моя подготовка длится час. То есть, вы оплачиваете час работы с вами, а по факту я работаю два как минимум. Поэтому, вот, собственно говоря, вот так получается. Хотите, приходите, я вам как-то помогу, да. Вот. Иногда одного часа хватает, чтобы уже какие-то выяснить, какие-то детали. Ну, там, или пару консультаций буквально. Но, вот, в рамках, соответственно, какой-то книги, ну, понимаете, это не научно, это не объективно, честно. Вот. Хотите, хотите, приходите. И я не знаю, почему многие избегают консультаций, честно. Больше, на моем опыте, люди тратят денег на алкоголь, потом на последствия, там, еще там какие-нибудь кто-то ест, кто-то пьет, там, еще как-то проявляются все эти, да, вещи. Поэтому, ну, как бы просто старайтесь по возможности сразу обратиться к специалисту, он вам поможет, чем нежели вы все равно через 10 лет обратитесь. Но у вас уже будут действительно какие-то вещи, с которыми справиться будет очень сложно. Айрланд, Ирина Иванова, Цавеса Виа и Екатерина пожелали мне выздоровления, когда у меня болел глазик. Спасибо вам огромное, дорогие мои девушки. Я безумно признательно ценю, когда мои подписчики пишут мне подобные подробные приятности, тем более мне их, как бы, писать особо некому, да. Вот. Кто не знает, семьи у меня какой-то нет, поэтому, на самом деле, вот так вот я сублимирую и очень внимательно отношусь к моим подписчикам. Я вас всех очень люблю, ценю, и для меня действительно важно, что нас немного, но у нас достаточно с вами. В большинстве очень теплое семейное общение такое намечается. Так, так, мне пишут, что я похож на Баскова. Это очень забавно, никогда не понимал, почему меня с ним сравнивают. Но, да, действительно, такого мнения были даже мои там одногруппники на свое время. Но, видимо, со стороны виднее. Потрясающий сайт, это пишут про мой сайт новый по психологии. Похоже на Егидаса и Ганнушкина. Взяли и в легкой форме презентовали здесь. Да, действительно, я основывался именно на Ганнушкине, на Егидасе во многом, когда происходило мое становление. Просто потом, как бы, стал все-таки проводить черту между вот этими вещами, ДСМом. То есть, все-таки, у каждого автора и у каждого, ну, большого издания все-таки свои психотипы, свои тонкости. Главное их не перемешивать. Вот. Ну, что же, дорогие друзья, вот тут еще был свежий комментарий о психоастенике. Я ответил человеку, бьюти, Алиэкспресс пишет. Я ответил человеку, что, соответственно, как бы, ну, психоастеник это больше из Ганнушкина, да, и что это сравнивать все-таки психоастеника и те моменты, которые есть в ДСМ, да, описание, это как сравнивать вселенную DC и, соответственно, вселенную Марвел. Так еще и сами 7 психотипов, они все-таки даже отличаются от тех, или там 8 психотипов, которые я снимаю, они немножко отличаются от ДСМ-ных, они отличаются от Ганнушкина, поэтому все нужно различать. Вот эти вот 8 базисных психотипов, которые я снимаю, они упрощены максимально, и вы можете так, соответственно, использовать эти данные для того, чтобы пользоваться прикладной психологией, просто в жизни вам, ну, быстро понимать, кто там эпилептоид, кто эстероид, кто нарцисс, и все. То есть, а если вам нужна наука и психотерапия, тогда нужно учить Ганнушкина, ДСМ, и вообще от психотипов немножечко уходить. Ну, я имею в виду, что их нужно знать, но как бы нужно знать и более глубоко изучать более научные вещи. Потому что сами психотипы, это вообще способ упростить науку, это такой больше науч-поп. Поэтому здесь как бы, ну, вот так. Дорогие друзья, наверное, все. Я тогда буду ждать под видео, что вы, соответственно, ну, как-то напишите мне, на что мне еще ответить, и я отвечу обязательно в комментариях на все ваши вопросы. И в комментариях, может быть, или постараюсь снять еще видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!